Добрый вечер! В эфире юридическая приемная. Каждую пятницу представители Ассоциаций юристов России отвечают только на такие правовые вопросы, которые могут коснуться каждого. Сегодня мы поговорим о возмещении ущерба, причиненного затоплением квартиры. Как взыскать убытки, вызванные аварией сантехники? И кого привлекать к ответственности? Мы попросили рассказать нашу гостью, это Инна Богданова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического института СФУ. Инна Сергеевна, вот, наверное, каждый из телезрителей хотя бы один раз в жизни или топил своего соседа, или сосед топил его. Скажите, а какие правовые последствия влечет вот эта жилищно-коммунальная катастрофа? Правовые последствия очень простые, одновременно сложные. Тот, кто затопил, будет вынужден, если будет установлена его вина, возместить ущерб потерпевшему, ну и понести собственные расходы, связанные с повреждением собственного имущества. Соответственно, тот, кого затопили, имеет право требовать возмещения ущерба. Ну вот, помимо материального ущерба, да, причиненного имуществу домашнему, иногда граждане пытаются взыскивать и моральный вред. Ну, говорят, что вот там погибла какая-нибудь семейная реликвия, картина XIX века, или, не дай бог, в воде захлебнулся любимый щенок. Скажите, вот это возможно в данной ситуации? Компенсация морального вреда возможна, но то не за те случаи, которые вы перечислили, а если речь идет о том, что виноват в затоплении юридическое лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, оказывала какие-то, выполняла работы, оказывала услуги, которые оказались некачественными. Соответственно, в каждом конкретном случае гражданин, в ситуации каждого конкретного гражданина нужно будет выяснить, кто ответчик, в связи с чем это произошло, и если это будет вот тот самый случай, можно будет претендовать. Но моральный вред будет взыскиваться именно за некачественное выполнение работы, либо оказание услуг, но не за повреждение какого-то имущества. Ну, не за сам факт затопления. Конечно, конечно. Ну вот как раз давайте четко разграничим, да, кто за что несет ответственность при коммунальной аварии. Вопрос сложный по одной причине. Решение вопроса о том, кто будет отвечать, будет зависеть от того, собственно говоря, что было причиной затопления. Какие-то общие... Да. Самое первое выясняем, из-за чего. Если мы выяснили место или деталь, или какое-то оборудование, которое пришло в негодность, и это привело к затоплению, дальше выясняем, кому принадлежит это оборудование. Варианта могут быть два. Либо это общее имущество, если речь идет о квартирном доме, либо это личное имущество, находящееся в квартире конкретного гражданина, проживающего, и, собственно говоря, из квартиры которого произошел порыв или иное затопление. Если причина все-таки в общем имуществе, тогда ответственность может быть возложена. Ну, во-первых, на управляющую компанию ТСЖ, либо иную организацию, которая занимается обслуживанием эксплуатации общего имущества на квартирного дома в связи с некачественностью оказания их услуг. Либо это, может быть, иные варианты, если, например, залив произошел с крыши, то тогда уже, может быть, и привлечены в качестве ответчика, а также иные субъекты потенциально, которые, например, в данный период конкретно занимались ремонтом крыш, либо чем-то подобным. Если же имущество личное, находящееся в квартире конкретного гражданина, и не имеет отношения к общему имуществу многоквартирного дома, то, соответственно, ответственность будет нести собственник соответствующего оповещения, если он не докажет отсутствие своей вины. Общее имущество это что, например? Это имущество в многоквартирном доме, которое не находится, не имеет отношения к конкретной квартире и предназначено для обслуживания всего дома в целом. Если в самом общем виде, это крыши, подвалы, стойки, водоканализация, сан и так далее. То есть это все то, что необходимо для эксплуатации всего дома в целом. В каждом конкретном случае это выясняется отдельно. Есть специальные правила, которые позволяют это установить, и нужно будет просто смотреть, что это, в связи с чем, как эксплуатировалось и так далее. То есть то, что в квартире находится, сорвало кран с раковины, отвечает собственной квартире? Да, есть правила определения, есть виды имущества, которые проходят через весь дом и заходят в квартиры. Поэтому сам факт нахождения в квартире, он не предрешает, собственно говоря, о чем идет речь. Если кран сорвало, безусловно, это личная ответственность. Если речь идет о стояке, проходящем через всю стену дома, там надо будет смотреть. Конечно, там уже возможны варианты. Собственникам примерно все понятно, но ведь очень часто в квартире живет не он, а какой-то наниматель, который снимает эту квартиру, и вот тот самый кран в кухне, о котором мы говорим, сорвало, затопило соседа. Кого вызывать в суд? Собственника или все-таки арендатор? С точки зрения соседа, единственный правильный для него вариант – это вызов, естественно, собственника. Это обусловлено тем, что исключительно собственник несет бремя содержания собственного имущества, и он презумируется его вина в причинении вреда имуществу соседа. Если собственник не виноват, ну потому что там проживает наниматель, и между ними достигнута договоренность о том, что наниматель несет ответственность за текущий ремонт и прочие вещи, тогда это должен будет доказать собственник. То есть в любом случае для соседа он в качестве ответчика должен приглашать собственника, а тот уже в процессе рассмотрения соответствующих исковых требований может попытаться доказать отсутствие своей вины и привести соответствующие доказательства. То есть для соседа это не имеет значения, то есть у него ответчик будет один. Ну и еще один такой вот нюанс, вы сказали, стояки отопления, это, как правило, общее имущество, да, потому что они проходят там через все квартиры, но в данном случае как раз порыв происходит вот в этом стояке отопления, потекла вода, приглашают в суд управляющей компании, выясняется, что на самом деле собственник здесь самовольную сделал врезку, не так давно пригласил со стороны слесаря-хартовщика, который сделал плохо и побежала. Вот здесь кто будет все-таки отвечать? Здесь ситуация провокационная, это зависит от массы факторов. Ну в первую очередь, выясняем... Но она распространенная? Безусловно, да. Первый возникает вопрос, очевидно, да, это находится внутри квартиры, это юрисдикция управляющей компании, поскольку это общее имущество. Возникает резонный вопрос, с чем собственник вызвал халтурщика-слесаря. Если по причине того, что управляющая компания не реагировала на его заявление, отказывалась исправлять выявленный недостаток, либо какие-то нюансы, понятно, что тогда можно ставить вопрос о том, что все-таки ответственность будет нести управляющая компания. Если же все-таки к управляющую компанию не обращался по какой-то причине, ну не знаю, захотел сэкономить, либо что-то еще произошло, то в этой ситуации тут уже будет вина собственника, и поскольку именно его действия спровоцировали факт причинения вреда, ну факт повреждения оборудования как следствие причинения вреда, то тогда, вероятнее всего, ответственность будет возложена на него. То есть это явно спорная ситуация, и уже скорее с ней будет разбираться суд. Но начинается все не с суда, а с того, когда гражданин услышал или увидел, что что-то там капает сверху. Скажите его, какие первоначальные действия? Ну первое действие, нужно, естественно, пресечь дальнейшее увеличение ущерба, то есть это активное мероприятие в виде обращения к соседу сверху, если он находится дома, дабы выяснить, в чем причина, потому что не обязательно, что это сосед сверху, это может быть вообще другой подъезд или еще выше, поэтому разные варианты. Далее предпринимает экстренные меры, ну допустим, по вызову аварийной службы, если это порыв, чтобы они перекрыли и, соответственно, уменьшить размер ущерба. Уже после этого, после того, как вот эти первые экстренные меры предприняты, далее основная задача потерпевшего – это застолбить или, скажем, получить доказательство факта причинения вреда, что событие было и вследствие этого был причинен вред. Варианты могут быть разные. Самое простое, самое распространенное – это обращение в управляющую компанию ТСЖ либо в иную организацию обслуживающую с заявлением о необходимости составления акта. Причем акты, как правило, составляются два раза. Первый раз сразу по горячим следам, где должны быть зафиксированы все первичные повреждения. Форм специальной акта нет, поэтому, в принципе, гражданин может его и сам составить в присутствии другого соседа, либо пригласить свидетелей каких-то иных. На смартфон пофотографировать. Да, лучше идеально, конечно, не фотографировать, лучше сделать видео. По крайней мере, с ним мы можем получить фотографию, ну и плюс видео. Это хорошее доказательство. И обычно второй раз акт составляется после того, как высохло все в квартире. Потому что обои могут вполне пережить потоп, так же, как и ламинат, покрытие или иное. Или там бытовая техника может высохнуть, и все будет хорошо. Поэтому, как правило, два акта. Ну, второй необязателен. Ну, самое первое – это вот зафиксировать факт и зафиксировать первичные повреждения. Понятно. Давайте вот в конце, достаточно коротко, еще скажем о том, а как определяется размер вот этого ущерба, да, как он доказывается, и вот какие здесь правовые нюансы возникают у потерпевшей стороны. Потерпевший следствие затопления, он вправе претендовать на возмещение реального ущерба. Реальный ущерб складывается из реально поврежденного имущества. Ну, например, какой-то предмет бытовой техники в результате попадания воды, короткое замыкание, испорчен, все не подлежит восстановлению. То есть нужно новое покупать. Либо это расходы, понесенные на восстановление. Это, собственно говоря, ремонтные какие-то манипуляции, ну, возможно, там, перетяжка мебели и что-то еще. В самом общем виде гражданин, конечно, может сам это примерно понять, что у него повреждено, ну, по крайней мере, уже понятно, на что он будет претендовать. Но в судебном, если дело дойдет до суда, как правило, доходит до суда, естественно, нужно мнение специалиста. Специалистом являются эксперты, их масса организаций по всему городу. То есть гражданин обращается к эксперту, там сообщают, какие действия необходимо предпринять. Выезжает на дом эксперт с приглашением же интересованных сторон, делает необходимые фотографии, фиксирует все имеющиеся повреждения и через положенное время предоставляет акт экспертизы, где будет, собственно говоря, указана вся сумма ущерба. Часто возникает вопрос, а нужно ли звать вот виновного собственника квартиры сверху, скажем так. И что делать, если он как раз не хочет участвовать в этом осмотре, в экспертизе? Конечно, звать его обязательно нужно, по крайней мере, если он не хочет, заставить его невозможно. Для потерпевшего главное доказать факт, что он обращался и приглашал. Телеграмма, письмо, бумажечка, ну, самая оптимальная, наверное, телеграмма. Ну, может быть, даже смс к электронным письмам подойдет, если есть соответствующее сведение. При акте осмотра, который будут производить эксперты при составлении экспертизы, его также будут приглашать, и это будет обязательно требование эксперта. Но если он не придет, опять же, это не помешает проведению этих действий. Все это нужно для того, чтобы при рассмотрении дела в суде у ответчика не было возможности оспаривать эти результаты, затягивать рассмотрение дела, ну, потому что он тоже вправе участвовать в определении размера ущерба. И поэтому его фигура имеет важное значение. Спасибо большое, Инна Сергеевна. Мне кажется, что мы разобрали основные ситуации, которые могут возникать при коммунальной аварии. Поэтому соблюдайте законы, уважайте права других и буду справедливаться с вами.